Всем привет! Как и обещала, сейчас я покажу вам, как сделать новогодний венок, или это может быть гирлянда. То есть, все будет зависеть от вашей фантазии. Захотите вы скрепить ее в кольцо или оставить ровно и положить, например, на комод, как украшение для комода. Сейчас я расскажу вам, что вам понадобится для этой гирлянды. Это арка, которая продается в магазине Leroy. Она сделана под хвою. Называется канадская гирлянда. Цена этой ветки длинная, она довольно-таки. Цена ее всего лишь 150 рублей. Это самая дешевая. Но, в принципе, нам ее достаточно, потому что ветки будут служить просто базой, на которой будут располагаться шарики и украшения, которые вы выберете. Затем мы берем украшения из фикс прайса, то есть, цена из 40 рублей. В данном случае я хочу сделать синий с серебряным украшения, но вы можете взять точно так же из фикс прайса разноцветные шарики, либо просто красные. Какие цвета вы идентифицируетесь с Новым Годом, или какие цвета больше подходят для вашей комнаты. Затем нам может понадобиться, например, вот такие вот красные бантики, какие-то еще украшения в виде часиков. Пятерочки такие можно купить. Или, ну, в общем, что вы хотите, бабочки. А также спрей искусственный снег для того, чтобы сделать иний на веточках на наших. И, конечно же, самое главное, и первостепенно, и важное, это горячий пистолет. Берите, пожалуйста, с тоненьким носиком, небольшой диаметр стержня, вот такой примерно. Бывают и шире, но вам не надо, вам нужен один из самых узких диаметров. Сейчас мы включим на разогрев наш пистолет, пока он будет разогреваться. Мы наши веточки сделаем попышнее. Распределим, чтобы они в разные стороны у нас торчали и создавали имитацию живой все-таки, ветки ели. Для того, чтобы шарики держались лучше, я изначально одеваю их на ветку. Потом только я буду наносить сюда на основание горячий пистолет, клей, горячий клей разогретый. И буду крепить дополнительно. Ну, если вдруг клей не выдержит или как-то попытается отпасть, они все равно будут держаться за счет колечек. Вот так вот это дело выглядит. Можно, конечно, оставить и просто так, да, висящими. Но мне нравится, когда все-таки шарики закреплены, тогда они смотрятся, каждый шарик, на своем законном месте. Я хочу сделать определенный рисунок, чтобы шарики у меня не висели, кто в лес, кто под рова, а буду их принуждать висеть по три. Будут у меня в каждой связочке, вот таким вот образом, два синеньких и один серебряный. Примерно так. Шарики с помощью пистолета крепятся очень просто. Мы берем, значит, наш шарик, наносим на основание шарика, к которому привязана ниточка, клей. И затем мы просто прижимаем этот клей к веточкам, в то место, в которое вы хотите. Вот, посмотрите, так выглядят шарики, которые просто болтают, все висят втроем. И так выглядят шарики, которые вот дружненькой командой у нас втроем тут сидят, ниже. Сейчас я покажу вам, как сделать кольцо из другого материала, то есть вообще более бюджетное, если у вас нет веток, на которые можно насаживать шарики. Мы тогда берем просто газету, сворачиваем ее в форме круга. Вот так вот это у меня получилось. Мы обмотаем эту газету мишерой, что у вас есть, или лентой это можно сделать. Эту газету, чтобы она хорошо держалась, нужно крепить на малярный скотч. Он получается с одной стороны липкий, с другой матовый. Или если нет такого скотча, крепить она обычный, не имеет такого значения. Вот, затем обматываем мишерой и клеим шарики. Вот я сделала венок изначально для вас, чтобы показать. Вот такой вот у меня получился. Это вот в красных и золотых тонах. Мне кажется, очень красиво будет на двери смотреться. И работа занимает минимальное количество времени. И финансовые затраты тоже. И вот как получилось это в итоге. Мне кажется, очень красиво и придает новогоднего настроения в комнате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!